Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас просто бомбическая тема, а сегодня мы говорим про плагины. Огромное количество сторонних плагинов – это, на мой взгляд, главное достоинство WordPress. Разработчики не могут учесть все, но люди, сами сталкиваясь с проблемами и решая их, совершенствуют экосистему. По большей части бесплатно, но иногда за небольшие деньги. Сам алгоритм работы с плагинами очень прост. В закладке плагины собрано все, что вы уже установили. Также здесь есть информация о тех плагинах, которые можно обновить. Также можно поставить автообновление. Плагины, которые вы не используете, можно деактивировать. Они останутся, но не будут работать. Или удалить совсем. Но имейте в виду, что некоторые плагины завязаны на систему и при удалении WordPress может начать хромать. Например, Custom Post Types, о котором мы будем говорить в следующем видео, держит у себя информацию о произвольных типах записей. И при его удалении эта информация пропадет. В данном случае у меня пропала закладка работы. Поэтому я вам советую сначала деактивировать ненужные плагины, поработать, посмотреть и, если все нормально, удалять. А вот работы появились. Как добавляют плагины? Очень просто. Есть каталог и поиск. Установим контакт форм 7. О нем мы сегодня будем говорить. Установили. Активировали. Если вдруг плагин не находится в каталоге, а такое кстати бывает. Странно кстати, что он не нашел дубликатор. Или он дупликатор. А, ну да, это я ошибся. Но если бы он его не нашел, можно было бы найти его на сайте разработчика и установить из дистрибутива. А WordPress.org сайт, которому можно доверять, поэтому качаем смело. Дальше возвращаемся к плагинам. Говорим загрузить. И находим плагин, который только что скачали. Установить. И активировать. На этом у работы с плагинами в общем-то все. Вы знаете как их ставить и удалять. Но как с ними работать и какие плагины ставить, вот вопрос. Ставить те, что необходимы вам для работы. При этом не злоупотребляйте плагинами, они могут увеличить нагрузку на сайт. Я сейчас зачитаю топ-7 плагинов, которые на мой взгляд пригодятся любому владельцу сайта. Итак. All-in-one, WP Security and Firewall. Все для вашей безопасности. Киртулат. Переводит кириллический URL в латинский. Контакт форм 7 в сочетании из Flamingo. Создание и добавление на сайт формы обратной связи. Дупликатор. Плагин для создания бэкапов сайта. Really Simple SSL. Переезд на HTTPS в одно нажатие. Yoast SEO. SEO оптимизация записи и Easy Fancy Box. Создание галереи изображений. Поехали. Начнем с самого простого. Буду рассказывать очень быстро. Смотрите на паузе. Easy Fancy Box. Настройки в настройках. Медиафайлы. Вот тут под стандартными настройка плагина. Можно ничего не трогать, но настройки тут тонкие. Как работает? Мы можем добавить в запись галерею изображений. Это хорошо, но фотографии очень маленькие, а значит это не совсем галерея. Проблемы решает Easy Fancy Box. Обратите внимание, это важно, вот здесь в настройках галереи нужно выбрать ссылка на медиафайл, иначе работать не будет. Обновляем и получаем вот такую красоту. Пробегитесь по настройкам, это все можно еще и усовершенствовать. Дальше Contact Form 7. Берем запись. Добавляем новый блок. После установки плагина он появится здесь, в блоках. Выбираем какую форму вставить. Пока она у нас тут одна и обновляем. А в статье получаем вот такую форму, которую человек заполняет. А мы получаем на email письмо вот такого содержания. То есть всю информацию из формы. Как этого добиться? Вот у нас форма 1. Добавим новую. Как-то ее назовем, и вот рыба. Существующие поля, которые мы можем подредактировать или удалить. Я думаю понятно, что лейбл — это название поля. Также мы можем добавить свои поля. Тут есть все необходимое. Например, дата. Единственное для того, чтобы это поле добавилось к письму, нужно скопировать этот тег и вставить в письмо. А именно вот сюда. Это настройки письма и того, какая информация в нем будет содержаться. Все. Можно еще добавить лейбл к дате, чтобы человек понимал, что от него просят. А тут тоже надо по-русски написать. И здесь тоже. Ну и еще placeholder можно сюда добавить. Это то, что будет в окне до того, как человек начнет в нем печатать. Сохраняем. Добавляем новую форму в статью. Теперь у нас их тут две. И получаем вот такую форму. Единственное, я забыл сказать, что тут можно указать адрес, куда будут приходить письма. По умолчанию тут адрес администратора сайта. Но в принципе с почты можно вообще не заморачиваться, а установить плагин Flamingo. И все сообщения с подробной информацией будут сваливаться вот сюда. Дальше. Really Simple SSL. Не буду ничего рассказывать в целях экономии времени. У меня есть скринкаст. Ссылку оставлю в описании. Там все подробно описано. Kirtulat. Тоже нечего особо рассказывать. Нужно просто установить. И все адреса ссылок в добавляемых записях будут брать заголовок и автоматически транслитерация. Это, наверное, называется транслитерировать. Ну, в общем, переводить в английские буквы. И это очень полезно в плане SEO. В противном случае адреса будут по-русски. И это плохо. Далее Yoast SEO. Очень полезный плагин. Во-первых, потому что он дает множество советов по оптимизации статьи для поисковых систем. Во-вторых, он позволяет менять название и описание в сниппете. А также оптимизировать статью под репост в социальных сетях. У меня по нему также есть скринкаст. Ссылка в описании. Функция добавления собственного превью для Facebook – вообще незаменимая фича. Мы в теплице используем превью в разрешении 2400 на 1260. Это под экран типа 5К, не обязательно такое разрешение, но пропорция именно такая. К сожалению для ВКонтакте тут превью не вставляется. Но он подтянет Facebook. Но это всяко лучше, чем первое фото из статьи. Все, два оставшихся плагина из топ-7 я рассмотрю отдельно в последнем уроке курса, поскольку они в общем-то покрывают все потребности в безопасности сайта, а тема эта важная и ей нужно уделить отдельное внимание.